Закон Закон имеет какие-то рамки Поэтому давайте мы благословим Господа И будем благодарны Ему за Тору, которую Он нам дал Давайте мы присядем Итак, на этой неделе мы будем рассматривать главу, которая называется «Мишпатайм» Это книга «Исход» 21 по 25 главу И что же эта глава говорит? Вы знаете, самое интересное, что когда вы встречаетесь с человеком, который чем-то увлечен То есть вы можете увидеть, что самая неинтересная тема в его словах будет звучать прекрасно и интересно Вы встречаетесь, например, с физиком Кто в школе любил физику? Ух ты, два, три, четыре руки, спасибо Я скажу честно, я любил ее, пока нас вел учитель по имени Лев Яковлевич Лев Яковлевич нам рассказывал так физику, что мы хотели просто слушать его Он рассказывал нам историю, он рассказывал нам о тех великих физиках Как они жили, как они открывали эти изобретения Это было интересно И тогда в этом плане мне нравилась физика Но потом пришел человек, который просто начал говорить И все, физика перестала мне нравиться Так же самое Итак, ооо, это физик Потом была история, ну как бы, я один раз встретился с человеком, который металлургией занимается Знаете, вот он работает на металлургическом комбинате И он мне так рассказал, вот именно о своей работе Что я просто взял, нашел книгу о металлургии, металловедении и начал изучать Мне интересно стало То есть он мне рассказал о буате, о том, как варилась сталь, чугун Вот такие истории, что я просто был в захвате Я думаю, как это так? Вот это, ну, человек любит свое дело И когда человек любит свое дело, он расскажет о своем деле интересное И заставит других любить это дело Итак, сегодня глава говорит о законах Знаете, законы, они не популярны Что же такое закон? Я сделал такое коротенькое обозначение Закон – это правило, условие, руководство, которым пользуются люди в общении между собой в той или иной ситуации То есть давайте мы посмотрим так Что человек, он не создан быть одиноким То есть Бог сотворил человека, чтобы иметь с ним общение, правильно? Бог сотворил Адаму, Еву Потому что не было из всех созданий других существ, которым было интересно И которые были бы, ну, с Адамом в каком-то одинаковом положении Бог сотворил для себя Израиль Чтобы через него явить мессию для всех других людей И так же самое, что если мы посмотрим на восточные религии Восточные религии, они безликие То есть есть некий абсолют, безликий абсолют, к которому мы должны присоединиться Человек уходит в медитацию, он теряет свою личность, он сливается с этим абсолютом и перестает существовать вообще как личность То есть он попадает в нирвану Наш Господь немножко по-другому Ишо, если мы посмотрим, он говорит о церкви как об одном организме Он говорит, что мы все части его тела Он глава Церковь, это мы составляем церковь, да, вот как живые камни его строения Помните, мы соединены какими-то связями То есть если положить кирпич вот так, а сверху, снизу, он со всех сторон, да, он объединен какими-то связями То есть ну нельзя же положить просто кирпич и вот все, стена То есть стена состоит из кирпичиков, храм состоит из кирпичиков Законы это то, то есть что соединяет вот эти все кирпичики между собой Мы живем в социуме Знаете, что такое социум, да, я буду говорить это слово социум Социум это социальная среда, это вот то, в чем мы живем Это институт нашей жизни Это общение, это семья, это работа, это государство Это законы, которые регулируют нашу жизнь И получается, что многие говорят, знаете, есть анархия, да, анархия мать порядка Мне очень нравится само выражение, анархия мать порядка То есть понятно, что значит, ну анархия, она тоже система То есть анархия не может быть, если, ну анархию убрать из нее систему саму Анархия перестанет быть как система То есть она тоже обуславливается своими законами Значит, ну и знаете, еще Я хочу просто сейчас с вами как бы немножко поиграть с залом Рассмотрим понятие еще, знаете, справедливо и правда Да? Ну, знаете, мы часто апеллируем такими терминами Ну, это несправедливо, это справедливо Это правда, это неправда Это не может быть правдой Это правда и это справедливо Ну, я не прав, нет? О, это правда Мы сейчас сделаем очень такой момент Вы знаете, что самое смешно, что не смешно, а вот реально Что эти термины, они абстрактны И они не объективны Проверим Возьмем заповедь, да? Которая, кстати, есть в этой главе Мишпатаем И она же сразу встречается в Бритхадаша Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлили дни твои Еще раз Это исход 20 глава, 12 стих Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе И Ефесянам 6, 1, 3 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе Ибо сего требует справедливость Почитай отца своего и мать Это первая заповедь с обетованием Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле Все мы знаем эту заповедь? Очень хорошо То есть у нас уже исторически сложилось понимание, как мы можем исполнять эту заповедь Я сейчас буду что-то вам говорить, а вы мне будете помогать Вы будете говорить справедливо или несправедливо, хорошо? Давайте начнем Мы должны быть послушны родителям, когда они советуют нам, как поступать в той или иной ситуации Справедливо? Отлично Уважать их мнение, порою жертвуя своим мнением Справедливо? Кормить их, ухаживать за ними в старости Справедливо? Нет, я не слышу Справедливо? Когда придет зима и будет голод Родители следуют вывезти заселение и оставить их умирать на холоде Справедливо? Это вы говорите несправедливо А вот для родителей, жителей города, ну, острова Окинава Еще каких-то 300 лет назад, даже меньше, 250 лет назад Если дети отказывали совершать это действие Это считалось высшим проявлением несправедливости по отношению к ним Вот такая степень То есть они просто этим самым говорили, что мы не подсчитаем наших родителей И соплеменники, родители могли просто Это были японцы Это были жители Нет, 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 я просто сейчас, я еще не говорю о евреях Я понимаю, что все здесь умные читают Библию Я хочу, чтобы мы просто определились с терминами Справедливо, несправедливо, закон, понимаете? Потому что закон, я же говорил, что он регулирует отношения между людьми Но чтобы понять само понятие, как действует закон Мы должны понять, что он вообще может, ну, к чему он ведет, понимаете? Потому что законы абстрактно Что такое закон? Ну, что дыша, куда повернешь, туда и вышла И вот для жителей Окинавы это было просто преступлением Если дети в холодную зиму не возили своих родителей заселения Родители сами одевались красиво Выходили и говорили, сынок, вези меня Потому что такое было время Люди умирали, чтобы спасти живых, молодых Они делали то же самое, что делали их родители Это была историческая такая у них Такая историческая традиция Жестокая, нежестокая Жестокая, конечно, я однозначно говорю Но понимаете, да? Они считали, что это проявление Родители умрут, чтобы жили дети И дети, наученные этим примером Умирали для того, чтобы жили их дети Вы понимаете? И это было справедливо для них Для нас это несправедливо На островах, ну, Маркистские острова Это вы знаете, да? Маркистские острова Это Маркистские острова находятся в архипелаге В Средиземном Ой, как же это называется, архипелаг В общем, я расскажу просто Там, ну, правда, горькая правда Там кушают людей, кушали людей Вы понимаете? Да, это горькая правда Но справедливо было в том, что Когда умирал родитель Дети кушали страшные вещи Но дети должны были кушать своего Папу, маму, кусочек от папы и мамы И это считалось справедливо Потому что таким образом Родитель начинал жить в жизни других людей Да, это магия какая-то была Но вы понимаете, понятие для нас Это ужас Как это так? Слушайте, взять и скушать кусочек мамы и папы Ну, для них это была правда И это была справедливость И мы подходим теперь Ну, на другие законы Вот, законы природы, например Ну, мы цари природы Да, мы властвуем на природе Мы меняем русло рек Мы строим, перестраиваем, ломаем Ну, справедливо? Ну да, мы же можем руководить А почему мы не летаем, как птицы? Это что, справедливо? Нет, это не справедливо Ну, если вы не согласны со мной Пойдите на девятый этаж Прыгните вниз И скажите силой тяжести Что вы не согласны с этим? Понимаете, законы Они имеют какие-то определенные условия И мы подходим к трем категориям закона Первое Есть природные законы Они неизменны Они просто не могут измениться Идет день, есть ночь Есть времена года Есть сила тяжести Понимаете, да? При холоде вода замерзает Да, мы можем что-то попытаться сказать Что мы что-то меняем Но мы ничего не можем изменить Есть человеческие законы Эти человеческие законы Ну, скажем, как конституция Советского Союза Ну, они были действительно Самые лучшие социальные законы в мире Ну, просто они не работали И они устанавливаются людьми И меняются Как? Они меняются в зависимости от ситуации И есть Божий закон Он является основным Божьим взглядом На устройство общества И взаимоотношения внутри него Как мы можем понять Божий взгляд На то, как он хочет что-то видеть Он как-то обуславливает Ну, он дает условия Определенные условия чему-то Итак И знаете Очень часто Этот термин закон Он очень неудобен тем Что люди просто путают понятия, смыслы Знаете, вот слышали такое выражение Ты законник А этот человек законник Ах, какой ты законник И проблема в чем? Потому что люди называют законом То, что не является законом Они называют законом Какие-то исполнения традиции Ну, например, определенной общиной Мы носим кипы Кто-то не носит кипы Вот А я взял отдел Ах, ты законник, значит Понимаете? Вы понимаете меня, к чему я сейчас говорю? Тема действительно сложная И можно вообще по этой теме Говорить и говорить год Ну, просто я попытался Хотя бы что-то Чтобы вы просто поняли Что есть законы И есть божьи законы Которые важны И эти божьи законы Они должны регулировать нашу жизнь Не законы какого-то социума А наши законы Божьи законы Которые дал Бог Итак Посмотрите Что именно в главе Мишпатаем Бог говорит о законах Которые и обуславливали жизнь Израиля Как общины А именно Так, как ее видит Бог Антисемитизм Я вам только маленький секрет открою Родился Как реакция на божьи законы Потому что Израиль Отличался от других народов Потому что они делали то Чего не делали другие народы Они приносили Ну, понимаете, да, меня? То есть Они поклонялись одному Богу Богу А было много богов И они говорили Нет иных богов, кроме тебя И язычники говорили Что это такое? Как они посмели? Но Израиль Израиль Стоя на божьем повелении Уже отличался Понимаете? И это было, знаете, как Тогда-то вот Ну, вот брат Сергей говорил Что есть устав караульной службы Да? Там есть Караульный должен делать А потом расшифровка идет И то же самое Не поклоняться другим богам И Бог раскрывает Что надо делать Чтобы не поклоняться другим богам Не хотеть накапища Не принимать всяких там разных Разных людей Не принимать всяких таких Ну, не знаю, как их называют Не принимать колдунов Там уничтожение колдунов идет Почитать родителей Опять же Я вам рассказывал Я специально рассказал эту историю Может, которая вас шокировала Про Окинаву Про этих Про Маркистские острова Для нас это шок Но Бог говорит в своем писании Как мы должны Правильно выполнять его законы Он не говорит нам Что делайте, как вы считаете лучше Еще делайте, как вам нравится Делайте, как вам удобно Он говорит Вы должны поступать Именно так, как я вам говорю И это правильно И вы помните, когда Аман пришел к царю Вот опять к Пуриму мы подходим Пришел к царю, что он сказал? Он не сказал, что эти евреи Он говорит И сказал Аман царю Артаксерцу Есть один народ Разбросанный и рассеянный Между народами По всем областям царства твоего И законы их Отличны от законов всех народов И законов царя Они не выполняют Он говорит конкретно законы Понимаете? То есть то, что действительно Отличало этот народ От других народов Ну и Я не буду говорить там Про закон и благодать Потому что это другая тема совсем Знаете? Мы живем по закону Или по благодати Это другая тема Я хочу просто, чтобы мы посмотрели на законы Смотрите Вот уже подойдем У меня осталось просто совсем пять минут И надо закончить И Если мы посмотрим на законы Божьи Через них мы можем видеть характер Божий Посмотрите на законы Божьи И законы других там Каких-то там государств Бог Он говорит Будьте святы, как я свят Он не говорит Ну делайте, что хотите А я вас буду любить Нет Говорит так Бог? Нет Нет Я понимаю, что у вас другая Библия У меня другая Библия, наверное Бог говорит Будьте святы, потому что я свят Он говорит Не приближайтесь Если Бог Осел Твоего соперника Твоего неприятеля Упал Помоги ему разгрузить Вместе с ним Ого Да в другом по закону Надо было Прирезать того и осла И неприятеля И забрать все себе Нормально По закону Если тебе должник А законы Рабства Ну там Должник Ну по другим законам Что если там Неприятель Вступал на твою территорию И ты мог Оказать на него Какое-то влияние Ты мог спокойно Его убить И тебе за это Ничего не было То есть Господь наоборот Говорит Не убивай Примирись Доколе не зашел солнце Примирись С соперником твоим Что и говорится дальше А давайте посмотрим Про рабство Законы рабов Это вообще уникально Мы не представляем себе Что такое рабство В те времена было В древнем Египте Мы говорили Что Рабы были живыми Мертвецами То есть Им ничего не принадлежало Они были готовы В любой момент Умереть В древнем Риме Рабы были живыми Табуретками Живыми орудиями Труда Без личности Без назовениями Им ломали Их То есть Я мог Не знаю Поломать Вам табуретку И убить Раба И за табуретку Я должен был заплатить А за раба Ну Так получилось Это мое Изделие Труда Что хочу С ним То и делаю Понимаете меня И тут он говорит Послушайте То что Говорил Бог Это было Революционно Просто Он говорит Раб Он должен Во-первых Раба нельзя бить Нельзя к нему Жестоко Относиться Кушает Он то же самое Что кушает Хозяин Ну Прикольное рабство Послушайте Проходит 6 лет Он выходит на свободу Ему еще деньги дают За это Ну Нормально А теперь еще другой момент Знаете Вот существует Такой Про Вопрос Когда раб Подходил Ему пробивали ухо Вставляли туда сережку И он говорил Там Помните Да Этот момент Все говорят Ты что Раб А потом Подумайте Вот теперь Логически Человек в рабстве Лишен Всего Проходит 6 лет Он выходит На 7-й год Спокойно На свободу А он говорит Нет, 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 нет Ребят Я не хочу Выходить на свободу Вот это Мой хозяин Я хочу Остаться Своим хозяином Какой должен Быть хозяин Чтобы раб Захотел Остаться Со своим Хозяином Представляете Какое должно Быть отношение Хозяина К рабу То есть Бог Показывал Через Это Все С себя Он Он показывал Отношение К людям Он показывал Любовь К людям Он показывал Как они должны Относиться В его взгляде Он Через Эти законы Готовил Путь К Ешуа Потому что Писание Говорит Что закон Это Детоводитель К Христу Понимаете Детоводитель Тот кто ведет Тот кто ведет На обучение Понимаете Педагог Вот это слово Детоводитель Переводится Как слово Педагог Этот человек Который ведет Этого ребенка От маленького До большого Пока Он не войдет В взрослую жизнь Вы понимаете И отношение К закону Как к чему-то Вот такому Закон Мама моя Скажите мне Пожалуйста Если мы живем Ну Скажите мне Пожалуйста Вот простой момент Ну Хорошо Время нет Не буду развивать мысль И последнее Второе Вот это важное Что законы Божьи Они устанавливали Божью реальность В жизни В этом мире Бог показывал Через эти законы Что он хочет Изменить этот мир Вернуть его В то первоначальное состояние Которое было Еще до грехопадения Когда Адам и Ева Они совершили Неправильные поступки И последнее Предупреждение Вы помните Кто помнит Местописание Вот скажите мне Бога не видел Никто никогда Есть такое место В Писании Точно есть А я могу сказать Что в Библии Есть место Где люди Видели Бога Ели и пили И остались живы Поверите мне Откроем Писание Исход 24 Голова 9 Потом зашел Моисей И Аарон Надав И Авиуд И 70 старейшин Израилевых И видели Бога Израилева Ну Видели И под ногами Его Нечто подобное Это уже Писание Подобное Работе Из чистого Сапфира И как самое Небо ясное И он не простер руки Своей на избранных И сынов Израилевых Они видели Бога И ели и пили И сказал Господь Моисей Зайди ко мне на гору И будь там И дам тебе скрижали каменный И закон заповедей Который написал Для научения их Интересное место А что потом стало С Надавом И Авиудом Напомнить мне Они сгорели То есть Понимаете Чему я это говорю Они видели Бога И ели и пили И ничего С ними не произошло Они решили Почему-то Что теперь Им бояться нечего Они решили Что они будут делать То что они хотят В жизни Каждого из нас Бог действовал Действительно Великим Великим образом Кто-то был исцелен Кто-то видел Как исцелялись По его молитвам Кто-то видел воскрешение Кто-то был воскрешен Видели восстановленные семьи Мы видели Великие чудеса Божии Мы видели Бога В действии Понимаете И на какой-то момент Мы почему-то Ну иногда наступает момент Что мы решаем Что так должно быть постоянно Что вот Чтобы мы как бы Не вели себя Так будет все нормально Понимаете Как на Даве и Авиуд Они поднялись на гору И Бог все нормально Бога видели Не убил нас Ну значит Мы теперь уже Любимчики А Бог говорит Будьте святы Потому что я свят Исполняя мои заповеди Живы ими будете Вот что он говорит Я говорю сейчас О страхе Божьем Который нам не следует Забывать Знаете Иногда мы Окрыленные Вот такой волной Забываем Что Вот это Оттуда приходит Что это не мы Если мы начинаем Делать что-то Своими силами И по-своему Может прийти Бог И мы тогда сгорим Мы сгорим И то что мы строим Потеряется в одно мгновение Мы можем получать Великие обетования Мы можем строить Великие служения Но если мы перестаем Быть послушными Богу Тогда приходит поражение Бог поднимает Бог поднимает Бог любящий И он подаст руку Упавшему Праведник Семь раз упадет Но зачем падать Бог предупреждает Нас об этом Законы нам не нужны Для того Божьи Чтобы мы помнили Не забывали Чтобы наша память Обновлялась Понимаете Поэтому Знаете Последняя Ремарка Нарушая Божьи постановления В угоду Своим амбициями Желаниями Своей гордости И похоти Мы можем сгореть Послушайте И я не знаю Как это может быть Кто-то Ну Это может быть По-разному Но Бог По своей великой милости Хранит нас Он дает нам Возможность Не падать Ну Не переступать Через какие-то вещи Руаха Кудеш Дух Святой Который сейчас с нами Он пишет В наших сердцах Торм Он напоминает нам Все То что учил нас Ешуа Он разъясняет нам Заповеди Но как мы можем Узнать заповедь Если мы не читаем То что написано В Библии Как мы можем понять Саша Извини Я расскажу Последнюю историю Недавно мне позвонил Друг из города Жатомира У них вообще Не произошла ситуация У человека Украли телефон И вот Ну Плохая вещь Были верующие люди Положила человек В карман телефон И он исчез Ей говорят Послушай Ну искали Не нашли Прости этих людей Она говорит А где же справедливость Где Надо наказать вора Говорит Послушай Ну прости Ну Прости этого человека А где же справедливость И тогда Ну брат один поднимается И говорит Вы знаете Ну справедливость будет в том Что на следующем служении Мы соберем деньги И купим ей новый телефон А правда будет в том Что Прости в этого человека Ты откроешь Богу Возможность Ну действовать в жизни Этого человека Понимаете Потому что Мы иногда Не разрешаем Богу Делать в наших жизнях Что-то Вот такая Ну момент Насчет справедливости Благодати И милости Поэтому Господь Я прошу Чтобы Ты дал нам Действительно Читать Твой закон Чтобы быть им живым Чтобы Твой Чтобы Ты Роха Кудеш Дух Святой Помогал нам Открываться в нем И Боже Пусть Твоя радость Она не прекращается Во имя Ишо Амин